Думали, вы больше не услышите мой голос? Думали, агент шоу 2.0 никогда не закончится? Хотели и дальше писать каждую неделю? Этот выпуск самый лучший в истории шоу! Настя сливается со звенящей тишиной студии. На душе скрежет. Она не хочет отпускать то, к чему так привязалась. У вещей нет души, скажете вы. Но только не у декорации агент шоу 2.0, прошепчет в ответ Анастейши Влиантес. В ее голове, словно слайд-шоу, мелькали гости этого сезона. Смешные, грубые, искренние, зажатые. Такие талантливые и такие разные. Гудок победил свой страх перед тарантулами. Убирайте! Максим Галкин пришел и раздвинул границы Ютуба. Разыграл Киркорова, когда это еще не было мейнстримом. Ах вы суки! Нет, не все из нас, это она. А Марьяна Ро научила всю страну. Большой пирог есть не только в духовке. У твоей бабушки. Ой, засними, пожалуйста, мой пирог. Это очень смешно. Что за пирог? Ну мой пирог. Как красиво и честно завершить сезон? Как не обмануть ожидания армии требовательных комментаторов? Филипп Киркоров так и не нашел для нас несколько королевских часов. А Эл-Джей? Да вы просто досмотрите выпуск до конца. Но кто же все-таки станет гостем финального выпуска? Этот вопрос, как и четыре месяца назад, тлел медленно, словно угли. Раздражал. Настя цеплялась за последние шансы. Ну что, Юрила, за все-таки. Блять, он что, до сих пор не приплыл? Ну а кто знал, что это кругосветка? Хованский. Есть бухло? Это агент шоу 2.0. Здесь у всех есть бухло. Девочка моя, лучше меня все равно никого нет. Поверь мне, лучше меня, тебя все равно никто не будет любить. Слушай, у меня возраст. Я прошла эту фигню. И вообще, снимай меня. Ну, в том смысле, в смысле Европы. Снимай меня. И ложусь. Вообще, я в жопу. Так, женщина, я, конечно, разное в жизни делала, но через Лолиту Милявскую еще не переступала. Спасибо. Это офигенно. Я всю жизнь мечтала попасть в это шоу. Я чуть не сдохла. Пока не сдохла, слава твою мать, я попала к тебе. Последний выпуск второго сезона «И ты здесь». Сейчас раздашь нам тысячу миллиона качественного контента. Конечно, конечно. Этот сезон у тебя назывался «Я знакомлюсь с климаксом». Поэтому это нормально. Вторая часть сезона. И мы решили, что кто, как не ты, лучше всех, расскажет про климакс, про зрелость, про секс. Ну, еще свежи воспоминания, да. Да. Друзья, вот он, наш родненький, когда-то чистенький лифт, на котором еще не было ни одной буковки. Практически весь заполнен, расписан разными талантливыми творческими людьми. Хочу Настю. Ну, девушка моя, не ты первая, как говорится. Нет, я не последняя. У тебя еще так много всего впереди. Всех молодых и старых, кто тебя будет хотеть, потому что ты умная. Ну что, пойдем разрушать репутации? Пойдем. А от меня еще что-то осталось? У меня вопрос, знаешь, про разрушение репутации. От меня что-то еще можно разрушить? Конечно, всегда и что разрушить. Пойдем разрушим. Пойдем, пойдем. Лолита Милявская, 55 лет, певица. Самая опасная хищница российской поп-сцены. Женщина с горячим сердцем и непростой судьбой. Впервые стала известна благодаря участию в Кабарайдоэти Академия. Вторым артистом был ее бывший муж, Александр Цыкау. Ваши предки, скорее всего, танцевали медляк по ту-ту-ту, на-на-на. Главные хиты сольного творчества. «Пошлю его на», «Ориентация Север» и «На Титанике». Сценическую жизнь начала еще в детстве. Каждое лето ездила на гастроли с родителями, джазовой певицей и режиссером эстрады. Была замужем пять раз, но до сих пор носит фамилию фиктивного мужа. В восьмом классе думала, что дети рождаются после поцелуев. Эта рубрика называется «Разрушители репутации». И практически никогда механика не менялась. Но поскольку этот выпуск заключительный, а значит особенный, крайний. В сезоне. Да, и особенный. Я хочу, чтобы мой гость тоже взял у меня коротенькое интервью. То есть я тебе задаю от себя пять вопросов, а у тебя есть возможность спросить абсолютно любые вопросы пять штук у меня. То есть если ты не готова отвечать на мой вопрос, ты, может сказать, я не готова, мы это удаляем. И, значит, минус балл. Вот здесь пустые карточки. Это для того, чтобы была возможность что-то удалить как балл. А вопросы ты, соответственно, придумываешь сама, да? Ну, вот я и взяла... Чтобы показать, что все... Абсолютно, что это пустая карточка. У меня есть один вопрос. Слушай, я на тебя подписана, и я тебя очень люблю. Ты, я правда повторю, что ты запретила мне говорить, что я тебя люблю, но тебя очень много людей любят за талант в первую очередь. Потому что красота это то, что... Ну, это как снять, знаешь, ракурс, вся эта фигня. Вот я себя снимаю в инстаграме, я охуительная. Как меня показывают по центральным каналам, я пиздец. Скажи мне, пожалуйста, вот последнее, что я видела, ну, может быть, не самое последнее, это то, как тебя доставали насчет вот этого флакончика и крестика с ложечкой. Я, как человек, который очень много чего прошел, сейчас смотрю, что ничего общего к тому, о чем они думали, люди, которые на самом деле употребляют, это не имеет. Скажи мне, пожалуйста, что это на самом деле? Нет, ну, на самом деле, эти аксессуары, в принципе, с подтекстом как раз... То есть туда? Да, но это же просто фишка, да, это прикол. Это просто фишка, да, поэтому привет всем дебилам, которые подписаны иногда на тебя в виде хейтеров. Твоя цитата. Между отношениями я относилась к мужчинам как к подножному корму. И чувствовала себя самкой и матерой волчицей. Какая позиция у тебя сейчас и что изменилось? Я думаю... И подножный корм, это, прости, это... Это только секс, ничего больше. Это то, что как бы нужно было физиологии. Ну, на тот период. Что не просто люди, которые должны тебе дать удовольствие? Нет, просто мужчины, они тоже делятся на какую-то категорию. Есть умные, есть дебилы, есть просто люди недозревшие. И поэтому, ты знаешь, тут очень сложно. И это интервью, наверное, когда мне было лет сорок. А тебя не разнесли за него? Нет, тогда не было слова толерантность, ущемление прав, еще что-нибудь там. Все знали про Клару Цеткину, и никто не говорил про что-нибудь такое вот, что может подвинуть человека в мозгу, знаешь, и сказать, что я кого-то обидела. Нет, просто есть мужчины, которые достойны понятия корма. Ну, сейчас ты можешь психануть и отправиться искать подножный корм? Нет, знаешь почему? Потому что я не в той форме, и моя форма не самой, мне не доставляет того удовольствия. Раз, и Б, мне уже на это насрать. Скажи, пожалуйста, ты вот, ты трудоголик, сумасшедший трудоголик. Это должна показать, но все-таки должна. Сумасшедший трудоголик. Я обожаю твоего парня, но поскольку о нем все знают, да, это я не то, что там какой-то секрет. Даже не произношу в кадре, потому что... Его имени? Это твоя программа, это твоя программа. У тебя когда-нибудь был страх потери отношений? Вообще, когда ты влюблен очень сильно, и действительно эти отношения достойные, они делают тебя счастливой и дают тебе огромное количество положительной энергии, то, конечно, страшно потерять человека, которого ты любишь. Вот честно, на данный момент могу сказать, конечно, для меня это очень... Это неприемлемо. Я даже о таком не хочу думать, о том, что мои отношения могут там остыть или перейти в позицию какой-то тухлой субстанции. Я счастлива. Зачем мне думать о всяких гадостях? И что там у нас еще из моих каких-нибудь сраных интервью 20-летней давности? Ты утверждала, что лет до 18 вообще ничего не знала о сексе. Нет, правда. И о нем не думала. А кто устроил с тобой сексуальную революцию? Как это произошло? Это, конечно, был мой первый брак. Это институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти и натрахали себе детей, и к четвертому курсу все разошлись. Это просто атасп. Я за то, чтобы говорить об этом честно сразу и с того возраста, с которого положено. Я не знаю, с какого. С полового созревания в 13-12 или, надо говорить, в 16. Ну, наверное, надо рассказывать, как есть. Без этих сказок. Мы прожили 50 лет. Блядь, я никогда-никогда никто никому не изменял и никто никого не дрочил. И во сне, когда ты меня трахал, я представляла себе только тебя, дряблого дедушку. Нет, ну, получается, тебя искусство любви научил твой первый муж? Ну, у меня не было выхода. Это мой первый сексуальный опыт, это мой первый муж по той причине, что... А кто первый муж? Просто мой однокурсник. А сейчас я поддерживаю. Я посмотрела Любу Успенскую, которая говорила, ха-ха, море, океан. Да. Люба не дала. Елена, еще что шевелится. Как ты думаешь, во что ты вырастешь? С кого? Вот я, на самом деле, и люблю этот вопрос, и не люблю одновременно. Потому что моя линия вообще вот рабочая, она выстраивается так поэтапно. Конечно, ты закидываешь удочку на будущее, какие-то прям супер высокие цели ставишь. Но, как там многих спрашивают, кем ты себя видишь через 10 лет? И вот они сидят, я бы до замази, мне бы двое детей, потом еще я куплю себе машину, открою салон красоты и там… Сейчас цветочный магазин, это короче. Да. То есть я не знаю, я просто буду развиваться. Нет, я сам не знаю, что могла уйти в политику там, да. Ну, грубо говоря. С другой стороны, я же не знаю, какая мне идея взбредет в голову через год. Во всяком случае, скажи так, главное оставаться хорошим человеком, не быть проститутом, говном, да, и карма, чтобы была чистая. А это возможно вообще оставаться хорошим человеком? Возможно. Ты говоришь о наркотиках и алкоголе открыто. Угу. Есть ли у тебя какие-нибудь самые жестокие истории, связанные с наркотиками и безудержным весельем? Вся фигня в том, что я все начала пробовать только после 40 лет. И когда все уже отгуляли и делали все, что, я только к этому пришла. И практически я была в одиночестве, потому что я сделала… Все уже лечились, а ты только начинала. Целый год своей жизни, да, я всех… И потом я вдруг поняла, что либо я сдохну, либо я… Поэтому у меня не было возможности, мне надо было пахать всю жизнь. А почему, почему, почему в 40 и вообще с чего… Ну, что приводит вот человека к такому моменту, что вот он переходит там с одного на другой и прям… Ты знаешь, я думаю, это обычный слон человеческий, потому что ты когда всю жизнь пашешь и жизни не видишь, ты просто вдруг, когда начинаешь ее видеть, она оказывается другой. А в этот момент, когда начинаешь ее видеть, она ломается та, которая была для тебя таким вакуумом. И в этот момент ты просто думаешь, да, насрать на всех во все тяжкие. И я во все тяжкие, в 40 лет я это совершила, но мне хватило одного года. А во все тяжкие что? Ты имеешь в виду кокаин, не знаю там… Да, кокаин. Кокаин, гульки, все что угодно, безудержный секс, это все было прям… Ну, прям совсем… Ном-стопом? Я честно тебе могу сказать, что я до 40, у меня можно было по пальцам посчитать тех самых половых партнеров, именуемые мужья. А вот после 40 оно уже пошло, как бы руки закончились, и первое время я считала. То есть это было какое-то нелепое детское доказательство себе, что вообще можно. И потом это все закончилось, дело не в пальцах, а дело в том, что оно просто закончилось, потому что я поняла, что или я себя буду разрушать, или мне это просто не надо. Я решила, что не надо. Ну вот тебе сейчас 55, скучаешь по тому времени? Ты знаешь, и да, и нет. Я знаешь, почему скучаю? По энергии, которая была. Просто во мне ее было столько, на мне можно было крутить атомные, заряжать атомные электростанции. А сейчас ты уже распределяешь его четко. Я познакомилась два дня назад с чуваком, очень крутым, молодым, который тоже сказал, я разведен. Ну и, может быть, сейчас съездим, а я закончила концерт и отпела стадион на 38 тысяч. Я говорю, ну, знаете, мне 55, и я сейчас, он говорит, так, может быть, мы сейчас поужинаем? Я говорю, чувак, нет, я спадки, потому что у меня в 7 утра самолетик. А вот если бы это было тогда, то он бы был уже трахнут, уже было бы все, и я бы уже пересела в другой самолет. А сейчас, баеньки, книжечка. Какой вопрос ты задала бы сама себе? Ой, не знаю. Да никакой бы не задала. Короче, я на этот вопрос не отвечаю. А ты можешь не принять, кстати, мой ответ. Он тебе может просто не понравится, и ты скажешь, давай. Нет, так нельзя. А там выходит, как в американских фильмах, которые бухгалтер уничтожает черный бухгалтер. Маленький коротышка. Тебе приписывают слова о том, что твой фиктивный брак был самым счастливым в жизни. У тебя был фиктивный брак. Почему приписывают? Это реальная цитата. Ну, твои слова, да? Да. Почему тебе пришлось прибегнуть к этой махинации, и кто этот человек, фамилию которого ты решила оставить? Люди. Вот это и есть интернет молодое поколение. Они же даже не знают, что фиктивный брак это то преступление, на котором шли в том веке для того, чтобы просто задержаться в Москве. И продавалась самая сраная коммуналка с крысами, с мышами, с шприцами, потому что это был притон. С одним унитазом, вонючим до нельзя, просто без газовой колонки. И дешевле комнаты в Москве не было. Это ты снимала? Я ее купила, потому что я принимала... Купила за 4 тысячи? За 6, потому что он продавал за 7, а он потом понял, что с меня взять нечего, а такое говно, оно вообще, в принципе, никому не нужно. Поэтому он мне скостил, он купил за эти деньги, был москвич с битым багажником, потому что он хотел выиграть тоже крутое. И поэтому мой эффективный брак, чем он счастливый? Только тем, что мы никогда не были в отношениях. Это же не твой друг, вы просто... Вы по объявлению друг друга нашли? Меня мой брат познакомил. Нет, мой брат, который играл в сборной нашей страны. Он сейчас в Голландии и долго тренировал сборную Голландии по водному полу. И я надоела ему, что я периодически проживала у него. Он женился, он говорит, слушай, ты можешь комнату? Блин, я приезжаю, я женился. Я тогда поняла, что это такая задница, потому что спать на вокзале, периодически, это ну... Или в подвале у кого-нибудь, это жопа. А это же твой первый брак. Это второй официальный. Вот этот? Да, который фиктивный, второй официальный. Мы видели друг друга в ЗАГСе два раза. Первый раз, когда пришли, второй раз, когда... Ушли. Нет, мы виделись до этого, потому что соседка сверху написала, ее ограбили. Ей было уже не понятно сколько лет, и грабили или нет, опять загадка, потому что это уже... Ну, ей было 90 с чем-то лет, и это уже мог быть маразм. Вот сейчас мы это понимаем старчески. И к нам пришла Петровка, и моему вот фиктивному мужу пришлось приехать ко мне жить. И мы так жили. Потому что Петровка приходила с допросами. И тогда за это могли посадить. А ты реально спала на вокзале? Да, и на вокзале было, конечно. Ну, когда тебе негде, там какие-то друзья друзей говорят, ну, у нас там есть подвал, там есть диван. Я с мужем, который был у меня на тот период, и ты спишь, а ночью у тебя прыгает крыса. Ну, и когда ты сдаешь бутылки, сейчас их не принимают, кстати, было охеренно, ты на этом мог жить. И вот тогда я курила бычки и заработала стоматит. Это когда ты подбираешь бычки под лифтом, потом меня научили обжигать. Проще было бы просить курить. Нет, нет. Но это не про меня. Это не моё, нет. Ну, давай, твой вопрос. Дорогая Настя, я благодарю тебя за то, что ты, живя в очень музыкальном крутейшем сообществе, с чуваком, круче которого нет, музыкантский, и вообще, который настолько светлый, чистый, и, блин, на уровне, на грани гениальности, и дай бог, чтобы он таким был, не стала петь. Как тебе это удалось? Да. Это, пожалуй, то, чем можно говорить. Я обожаю этого чувака. Ты не представляешь. Вот поэтому у меня все это... А с кем вы дуэтом? Я говорю, ни с кем. Вот ни с кем дуэтом. Но если бы это случилось, круче этого чувака никого нет. В пении у меня таланта нет. Я туда не лезу и лезть не собираюсь. Поэтому сможете спать спокойно. А он просил, скажи, он просил, что ты делал? Да нет, конечно. Слава богу. Он же адекватный человек. Он же понимает... Он офигенный. И ты офигенный. Только держитесь, ради бога, хоть вы держитесь. Блин, я обеими руками за лучшую пару тысячелетия. Спасибо. Я стесняюсь. Я неглазливая. Как ты относишься к критике в отношении твоей внешности и твоей фигуры? Офигенно. Ну... А знаешь как? Здорово. Слово похуй. Согласна. Но тебя не обижают, когда прям... Я тебе открою один секрет. Вот когда мне... Когда я весила 56 килограммов, а это я то, что я весила до 45 лет, да? У меня тогда еще я считала себя толстой. И тогда была критика. То что-то говорит, то у меня нос длинный, то еще... Вот тогда меня дико обижало. Один раз сказали, что у меня растут усы. И я знаешь как плакала? Я плакала, звонила в редакцию, назвала их гандонами. А зачем плакать? Можно просто пойти и продепилировать. Там не было усов. Это слезы текли по усам. Не было. У меня низкий голос. И было написано, что... Это же не интернет, это официальная пресса, которая пишет, что вообще-то у нее такой низкий голос, что она больше... Не было слова трансвестит. Она, наверное, мужик. И у нее растут усы. Не в эпиляции дела и не в усах. Я так обиделась. Я звонила, называла их, правда, мудаками. Они меня записали. И потом они выложили ТА-5. Это была какая-то абсолютно детская история. И то есть я сопли... И они уже... Блин, ты понимаешь? И поэтому на этом все закончилось. Когда я поняла, как это смешно выглядит, я очень многим хотела бы сказать одну вещь. Да вы, твою мать, сейчас такая смертность. Да живите до 55-ти, там, 50-ти, 45-ти. И вы на кладбище походите, вы видите возраст людей, которые охуенно выглядят. Не пили, не курили. И охуенно на фотографии. Просто все с улыбками, молодые, красивые, вот такие. Мне похеру, в каком я весе. Я вышла на сцену, и через 2 минуты люди забыли. Вот вы собираете полные залы 35 лет, как я это делаю. Вот тогда будем расковать. Я в гробу видела все тренажеры. У меня такая нагрузка во время концерта. Мне бы поспать, потому что вот сейчас я к тебе приехала, да, я накануне только за этот месяц отпела 3 стадиона 20 тысяч, 26 и 38. Значит, при этом я по 2 самолета в день, еще по 200-156 километров на жопе я всегда езжу с автобусом, с моим коллективом, только с музыкантами. Не езжу на машину. Если мне какая-нибудь сука скажет, что я после всего этого должна встать на тренажеры, да идите вот в жопу. Так, смотри, по итогу у нас 5-4. Я проиграла, и мне нужно будет выполнять наказание. Можем вместе? Ну как скажешь. А вот, собственно, и наше наказание. Саша? Уже наказание. Текила, лайм, соответственно, выпиваем текилу и сольку нужно слезать вот с Сашиного чудного животика, нежного, детского, ну и закусить лаймом. Ой, подруга! Да как мы же до такого докатились? Саша, скажи, вот ты сегодня проснулся, да? Вот твой день начался с стакана воды. Подумал ли ты, что твой вечер закончится тем, что... Блядь, все. Ес! Ну что, погнали? Ну чего? Подожди, а мы же вдвоем должны делать? По очереди? А вдвоем? Ой, блядь. То есть мы сейчас вдвоем будем облизывать Саню? Сань, мне кажется, ты знаешь, вот в этом и есть суть слияния поколений, понимаешь? Да? Взрослая тёлка с климаксом и молодая лань. Сань, ты пойми, ты понимаешь, в моём возрасте главное попиздить. Это же уже не так важно. Это вот правда совершенно не важно, Сань. Ты понимаешь, тут же главное найти собеседника. Сань, хочешь выпить, а? Нет. Нет, жалко. Всё, пьём? Давай. Ну. Друзья, кто не понял, это киевстонер? Я понял, нет. Вы не меняетесь. На передаче я буду. А, на передаче. Сань, можно немножко в пупок, чтобы мужики у меня не переводились? Ну, это так. Всё. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Наше. Фу, блин. Сначала сольку лизнуть? Я не помню. Я вообще не знаю. Я сейчас правда не лизала. Не, я после, я буду соль после того, как... Ну, я правда, только со спрайтом. Я вообще... Ладно. Только на Россию. Блин. А спрайта нету ни у кого, ребят. Ну, правда, реально не могу. Настя, покажи, как это я... Саня, блядь. Сань, не надо. Всё, пьём. Наказание. Раз, два, три. Поехали. Я никогда этого не делала. Саня, прости. Блин, я реально только смешивалась со спрайтом. Сань, прости меня, ради бога. Сань, пожалуйста. Это... Прости меня. Это вот сначала это, а потом... Сань, хочешь лимончик? Пиздец, как это невкусно. Я знаю. Я сам это пью. Я знаю. Я сам это пью. Это так невкусно, ребята. Это пиздец. Как это пьют, честно. Ну, и на этой прекрасной ноте мы идём дальше. Саня, прости, я слезаю. Спасибо. Сань. Саня, лучший, лучший. Боец. Сань, спасибо огромное. У него сегодня... Сань, спасибо огромное. У Сани ещё... Мы все выходим и лижем Саню по очереди. Блин, ребят, соль это, конечно... У Сани, короче, сегодня великое событие. Его лизала Настя Ивлеева и, значит, оседлала Лолита Милявская. Я считаю, что день у пацана удался. Добро пожаловать в музыкальную лабораторию Моргенштерна. Этот хаслер стал известен на Ютубе благодаря пародиям на других рэперов и видео в духе «Делаем трек Фараона за пять минут». Позже выстрелила и его собственная рэп-карьера. Сегодня Моргенштерн будет не просто стучать биты, а станет продюсером трека Лолиты Милявской. Или правильнее трепиты Милявской. Погнали! Привет, дорогие ублюдки! Йо! Мы рады приветствовать всех вас в нашей музыкальной лаборатории. Лол! Мы переделываем популярные песни под другие популярные песни. Так, в какую карточку мне сказали, блядь? В какую? Ну, какая разница? Бери, все, оно тебе подскажет, что брать. Ой, на «Титанике». Я не ожидала. Я просто совсем не ожидала. У тебя сколько подписчиков? Три миллиона семьсот. Крустейший чувак. Цепь. Видели? Видели цепь? Вы такую не купите? Никогда. Никогда. Джинни Чу, ёбаный урок. Что дальше мы определяем? Мы, значит, здесь «Таник». А, в чьем стиле мы будем? В чьем стиле? Да, вот в чьем стиле? Эл-Джей. Козловский. Козловский. Козловский мне ближе. Эл-Джей. Эл-Джей. Сегодня Эл-Джей. Хорошо? Ладно. Давай. И последнее у нас будет настроение трека. То есть мы переделываем нетленку на «Титанике» в стиле Эл-Джей. И в каком настроении интересном? В тусовочном настроении. Просто как совпали карты. Я вам честно говорю, без постанов мы немножко посовещались до шоу «Словитый» и решили, что… Классика. Будет классик. Да, что нахуй вот это все дерьмо, блядь. Абсолютно. Нахуй. Мы будем делать гангстерское дерьмо. Real shit. Right now. Right here. Когда я была маленькая, ты не знаешь, всегда говорили «спиздухомечка» и «спиздыхомечка». Поехали. Предлагаю взять за основу вот такой вот это брас. Брас. Что такое брас, я не знаю, но звучит он круто. Охуенно. Как будто где-то в мультике кто-то ебнулся, да? Вот, его и возьмем. Короче, что-нибудь такое. Yeah. 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 Переходим к ритам секции. Барабаны. Да. Я добавил хлопок вот такой. Вот. Yeah. 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 Все, отлично. Дальше нам нужны… Хватит. Нам нужны хай-хеты. Круто. А смотри, как с хлопками будет. Другое дело, да? Все. А, ну бочка нужна еще, бочка нужна. Сколько надо этой молодежи, честное слово? Вот. Хуярит. Сейчас мы… Это мое сердце. Очень пиздец, как интересно узнать ваше отношение к современной музыке. Современная музыка – это когда нихуя нет, все очень прозрачно, очень, блять, понятно. Вайп. 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 Надо поймать вайп и передать его слушателю. Вайп. Ну в принципе, бля, добавить бас, только что он максимально пердел, прям вот. Вот так. Это не он, это я. Я недавно машину купил. Какую? Сейчас вот трек об этом сделаю. И клип. И все. Клевую машину. Клевую, прям с кондиционером, все прям как надо. Да. Чувак, ты крутой. Мне даже в ней уже ссосали. Там есть круиз-контроль. Это на какой скорости? Кто? Крово. 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 Слушай, я отсасывала на 120, я не знаю, как у тебя это было. Бля, нормально. Тоже с круиз-контролем. Поверь мне, я все это застал. Нет, там просто камеры висели, и они бы сфоткали это дело. Да еще они не фоткают, потому что в этот момент тебя просто нет. Что они там могут фоткать? Ты же все равно за рулем. И на тебе тачка. Так, ну видимо мы готовы записывать трек. Мы готовы, да. Я просто не хотела бы войти в историю как бабушка русского минета. Я об этом тоже очень мало знаю. Короче, я решил, что надо добавить звук выстрела, чтобы это вообще просто максимально гангстерской гаммон было. Давай, давай, это будет круто. Вот бит. Да. Охуеть, да? Уже можно, да? Это я сделал. Это офигенно, правда, чувак. Ты просто. Смотрите, видели? Я люблю этого чувака, я бы с ним… Вот, давайте об этом треке сделаем. Так, ну что ж, нужно получается тогда это… Текст писать нахуй не надо. Все-таки это современная музыка. Можно повторять одну фразу бесконечно. Это про Титани. Энергия, главное, эмоции. Жир, жизнь. Передать, что ты чувствуешь тому, кто слушает. Угу. Ни гармонии, ни вот эти все выёбы, ноты, там, приколы, финты. Передать настроение нужно. Какое сейчас настроение? Сушит. Эй. 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 Она пока ещё здесь. Она не сдохла и здесь. Да хуй она сдохнет и здесь. Не дождётесь и здесь. Эй. Эй. Я вообще думаю, сука заебала меня эта жизнь, потому что… Сука, движение. Я понял, я понял, в чём твоя ошибка. Ты думаешь, что рэп – это Оксимирон. Типа вот эта хуйня, типа… Да, да, да. Нет. Нет. Мы делаем музыку, а не рэп. Окей, это мастер-класс нахуй. Давай, всё, всё, давай, заменяй слова. Тебя тверк. Заменяй, давай, давай. Тверк нет. Всё что угодно, только не тверк. Есть. Только не тверк. Окей. Только не тверк. Окей. Это тверк. У меня нечем делать этот тверк. У меня есть мерс. Хотя я… У меня есть цепь. Нет, это не тверк. У меня есть мерс. Эй. У меня есть цепь. Меньше слов, больше дела. Туфли Джимми Чу. На хуй мне всё это уже надо. Блять, в моём возрасте даже туфли Джимми Чу, сука, в них неудобно ходить. В общем, дорогие ублюдочные дамы и господа, мы надеемся, что вам понравился наш урок по изготовлению музыки в нашей музыкальной лаборатории. Да. Но помните, так же быстро писать музыку вы не сможете, потому что я гений, а вы нет. Пока. Настя, прости. Настя, я так тебя любила. Я так хотела прийти и сказать, что я интеллигентная офигенная тёлка. Ну, блять, что-то у меня не складывается в жизни, и это не значит, что пиздец. Иди, мой мальчик. Моя любимая рубрика. Я видела просто у тебя, понимаешь, я поскольку подписана, и правда я очень боялась, что будет фигура маленькая, очень прям маленькая. И я всегда назвала карлик, но не в том смысле, что заболевание, но просто сейчас вижу, что торса выше, и этого не будет. Правда, из прошлого у меня может быть такое, что показывать по телевизору просто нельзя, потому что, ну, я это просто употребила. Но сейчас я понимаю, что нет. Мы начинаем всегда с малого. Мальчик, девочка, вот это вот сколько лет. Мальчик, это мальчик? Да, это мальчик. Ну, потому что плечи шире, попа уже. Ну, мальчик, да. У нас с тобой было, после того, как мы с тобой встретились, и у нас всё было, а наутро я всё равно не помнила, как тебя зовут. Тогда тут не один человек должен был сидеть. Да, нет, ну, как бы, нет, конечно. Нет, нет, слава богу, это всё целомудренно. Хорошо. С этим человеком вы познакомились за кулисами. Это круто. У меня много режиссёров хороших, с которыми я познакомилась за кулисами. Света инженеров, людей, которые выставляют звук, они за кулисами. И я познакомилась с огромным количеством очень крутых людей, включая, став команду выдающихся западных артистов, которые мне выставляли звук. Ну, это нас ни к чему не привело особо. Нет, ну, как бы так, размышление о профессии. Просто рассказ. Я поняла. Давай ещё накину разницу в возрасте 15 лет. Так, 55 минус 15, это сколько? Это вот это 40. 40, нет. Человек, который со мной с его 15 лет на трубке телефона, ему сейчас всего лишь 35, значит, это не он, но человек, который мне очень дорог. Вы оба связаны с музыкальной жизнью Киева. То есть наш круг сужается, и мы понимаем, что вы оба связаны с музыкальной жизнью Киева. Витя Павлик. Нет. С этим человеком вы познакомились через отчима. Твоего. Ну, могу сказать, что я знала только выдающихся артистов, которые, часть из них уже просто нет. Нет, ну это же, может быть, не артист, то есть ты человек из твоего прошлого, он не обязательно артист. Ну, в плане, я имею в виду какой-то есть. Мне просто делится на спала я или не спала, клянусь. Вот, блин, нет, нет. Вот, приписывают, что он твоя первая любовь. Так, приписывают, что он моя первая любовь. Я думаю, что есть один человек, которому приписывают, а он никогда не был моей первой любовью. Ну, спроси, спроси. Зовут Юра. Нет. Ты помнишь, с кем работал твой отчим? Ну, менеджером, ну, продюсером, тогда директором называлось. Директором чего? Музыкальный коллектив. Я была влюблена до усрачки в солиста группы Аракс Анатолия Алешина. И я... Да! Блядь! Я его люблю до сих пор. Анатолий, красивый, загорелый. Лолита, мы привели мужчину, с которым ты не спала. Шок-контент. Да, мне было 16, я влюблена была так, как... Я просто приехала в институт, и все, блядь, говорят, что так невозможно. Это мужчина, которым я после Толика спела песню, которую пел он. Снилось мне неожиданно, выпал снег. В мире наступили тишина и свет. Я посчитал недавно, прошло 39 лет. Мне 16, ему было 32, и это было... Слышь, ты не представляешь, в оркестровой яме... Ситуация сильно не изменилась. Ситуация сильно не изменилась. В оркестровой яме смотреть на него... Ты на выданье, а я мужчина старше тебя, значительно старше и женатый. У тебя ребенок родился вот недавно. Да. Недавно. И мы, мы правда дружим, и я, правда, могу сказать, что это моя первая большая любовь. Неомраченная... Метр восемьдесят пять. Неомраченная сексом. Да. Это же просто... Романтическая. На самом деле это... О, представляете, спустя тридцать... Сколько? Тридцать девять. Короче, спустя тридцать копеечкой лет встретились два сердца, которые наполнены опытом, ошибками, какими-то передрягами. И вот, понимаете, спустя тридцать с чем-то лет они снова соединились и могут посмотреть друг другу в глаза. Это не обязательно говорить, а посмотреть друг другу в глаза и понять, было ли это ошибкой или не было. Гурнал Life, или как его там сейчас называют... Нихуя не было. А почему не было-то? Ну, потому что мне было шестнадцать, только тридцать два, и он видел мою влюбленность сумасшедшую. Я даже, я не могла это скрывать. Я не могла скрывать, что я влюблена так, что это видела моя мама, мой отчим, все музыканты. Потому что я сходила с ума. Мне было шестнадцать. Сколько вам? Семьдесят. Это все чудесно. Но у меня есть подарок для тебя. Я хочу, чтобы ты его здесь открыла. Только не бабочки. Не-не-не, не бабочки. Это набор звездочка травы, звездочка прополис, звездочка таблетки для рассасывания, звездочка худеем и аспиратор назальный. В общем, пользуйся, думай о здоровье и никогда не старей душой, по крайней мере. Нет анального и вагинального. Можешь поделиться с Анатолием. Я думаю, ему тоже будет полезно. Пару, так сказать, прополисов туда. Друзья, крайняя мудрость от Настюшки. Влюбленному. И Багдад недалек. Да, а звездочка это совсем не Виагра. Поэтому, если намажете, то у вас не просто, у вас просто будет сжечь и просто геморрой. Даже он. Толик, я тебя люблю. И жене твоей, она молодая, не передаю. Дорогие зрители. Вы все очень сильно просили пригласить Эл-Джея. И мы пригласили. И более того, он приехал. Но он не скажет ни слова. Он будет выебываться. Скоро. Дедка, твоя стрижка, вышка. Я не стыдан, походу был лишний. Стрилила ножку, как сишку. Веди в себя так, как будто все вышли. Я, я, я. Это место тебе в моей голове. Я, я, я. Это место тебе в моей голове. Крупка за лун, толчу, крошется водолок. Хлоп, хлоп, хлоп. Глаза моргают, как собосков. Мой пиздюк. Нет, не надо слов. Не надо паники. Куда ты бежишь? Я всегда куда-то бегу, потому что жизнь это гонка. Либо ты, либо тебя. Поэтому вперед. Пузо подтянул. И пошел. Это мой последний день на Титанике. Я жду великосветской беседы. Я жду, фактически, как его позор. Я уже ничего не жду от него, уже ждать нечего. А вот отъявливая, что в ее смысле, это первая тёлка, которую я хочу. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем... У нас, кстати, можно ругаться матом. Я знаю, но я читала ваших подписчиков. Они говорят, блядь, охуительно, когда без мата. Мама попала. Я себя сделала сама. Я никому ничего не... У вас с первой минуты можно полюбить. Точнее, нужно полюбить. Не, вот меня как раз любят с первой минуты. Жизнь заканчивается. Кто вас любит? После часа. Отпустила и пропела. Вы не мой капитан. А я не ваш океан. Так оставим ненужные проводы. Вы не больше, чем спам. Разлитый по сердцам. Ой, ребят, очень-очень тяжелый, конечно, путь. На износ. Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, не надо слов. Не надо паники. Это мой последний день. Ну, я, например, хотела попасть на шоу Кивлеевой с первой минуты появления этого шоу. Это мой последний день. На Титанике. Нет. Ой, это не мое. Это мой последний день. На Титанике. Вот и вся любовь. Бросаю панчики. Это мой последний день. На Титанике. Но это же Леха. Лиджейн. А? Пришел. Не спиздел. Красава. Дорогие мои товарищи, ребятушки, смена окончена! Витамета, сильно ты не гоняй, то мы увидимся. Ну что, друзья, генд-шоу подошел к концу. Вот настал тот момент, когда пришло время прощаться. Вам огромное сердечное спасибо. Вот мой бит, мое сердце бьется в такт с вашим. Мы хотим вас поблагодарить за ваши просмотры. Спасибо вам огромное. И вы знаете, я сейчас на подробнее, на позитиве, но, скорее всего, уже через какое-то короткое время, когда выключится камера, когда я наедну винишко, я буду очень сильно грустить и скучать. Агент-шоу 2.0 номинирован на ТЭФИ. Это только начало! Увидимся в третьем сезоне. Ну, конечно, блядь, как же себя не заснять, азербайджанца, а то все только про пальцы говорят и говорят. Фармин, я знаю, что ты хочешь стать звездой, но лучше бы ты научился говорить не раз, два, три, блядь, а начали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...